Звуки выстрелов в комплексе стендовой стрельбы не умолкают ни на секунду. Свои навыки спортсмены оттачивают в любое время года и в любую погоду. Любителям разрешен вход. Слово за профессионалами. Телеканал Репортер подсматривает за тренировкой лучших спортсменов страны. Почувствовать себя в роли стрелка мешают разве что недостаток навыка стрельбы по летящим мишеням. Стать любителем стендовой стрельбы можно, имея на руках соответствующее разрешение и ружье. В среднем за одну тренировку спортсмены отстреливают около 100 мишеней. А профессионалы, занимающиеся в составе Олимпийского резерва, за каждую тренировку справляются 125 мишенями, при этом проверяя свой навык на прочность четыре раза в неделю. Интенсивные тренировки и упорство одесских спортсменов не раз приносили победу стране. Вернуться с этапа Кубка мира по стендовой стрельбе без наград наши не могли. В финале соревнований олимпийский чемпион Николай Мильчев выбил 54 мишени из 60 существующих. Опередив датчане наезд Пирохансена всего на один балл. Процентов, наверное, 70-80 спортсменов, которые туда приехали в это тяжелое время, когда надо было проходить тесты перед вылетом, три теста там, перед отлетом. Причем один тест у них стоит 115 евро, так на секундочку. Я так думаю, что все, кто туда приехал, это люди, которые хотели, мечтали. Ну, я в том числе. Собраться с мыслями, перезарядить ружье, подать сигнал о готовности. И в секунды мишень разлетается на мелкие кусочки. На площадке спортсмены занимают несколько позиций поочередно. Друг от друга они отличаются расположением машинок, выбрасывающих тарелки. Мишени вылетают с разной скоростью, дальностью и в зависимости от положения стрелка различным углом. Усложняют задачу и переменчивые погодные условия. Но от этого и без того сложный и жесткий вид спорта становятся только азартнее. Воспитанница Мильчева, обладательница именной олимпийской лицензии Ирина Маловичко, во время каирского этапа Кубка мира остановилась в двух шагах от попадания в финал. В итоге заняв девятое место в общем рейтинге. Можно подумать, что значит и всегда надо попадать в этот абсолютный результат. Но не всегда это получается именно с точки зрения психологии. Потому что бывают моменты, когда очень тяжело себя настроить, бывают моменты, когда ты вообще не настраиваешься, выходишь, просто попадаешь. Абсолютные результаты эти. То есть это все, мало того, что подготовка психологическая, так еще и в принципе твое состояние на данный момент. Николай Мильчев первый в Украине олимпийский чемпион по стендовой стрельбе. В дисциплине скид он стал первым спортсменом в истории Олимпиад, которому удалось попасть в 150 из 150 возможных мишеней. О победах своих учеников и одесских стрелков без гордости говорить не может. Первая по рейтингу в мире на Украине. Девятая в мире по рейтингу на Украине. Наша федерация, она одна из лучших федераций на Украине. Это федерация стрельбы не только стендовой, пулевой. Это одна из самых медалей емких федераций. Первой одесситкой, забронировавшей себе место на Олимпийских играх, стала мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко. Но планы на Олимпиаду изменились. В марте 2020 года японские олимпийские часы, где велся отчет до начала Олимпийских игр, почти на неделю приостановили. А после окончательного решения переноса их на следующий год в связи с пандемией и вовсе убрали. Такая новость совсем не обрадовала многих спортсменов. Все дело в том, что к событию готовятся долгие месяцы. Специально планируют тренировки, чтобы к началу игр выйти на пить своей формы. А поддерживать ее продолжительное время очень непросто. Лично для меня перенос Олимпийских игр сыграл на руку, потому что у меня появилось новое оружие и к нему нужно было привыкать. То есть, конечно же, чем больше ты с него постреляешь, тем лучше будет. Поэтому да, это мне сыграло на руку. Как сыграет на руку вот этот перерыв, то есть большой-большой такой отдых, я еще не знаю, потому что не было еще соревнований, одни соревнования были, по ним судить весь год нельзя. Я очень хочу показать высокий результат, который сможет конкурировать с результатами других участников на высоком уровне. И вот это для меня есть цель. Я хочу действительно представить свою страну, свою федерацию, свое мистерство, свой город, своего тренера на этих Олимпийских играх. Пока спортсмены готовятся к будущим всеукраинским чемпионатам. А у Николая Мильчева есть шанс попасть на свою пятую по счету Олимпиаду. Для этого нужно успешно выступить на лицензионном чемпионате Европы, который состоится в мае в хорватском Осейке. Татьяна Бурумбей, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.